По версии следствия, уроженка Алтайского края, 46 лет, и ее 48-летний гражданский супруг организовали в одном из домов Клепиковского района самый настоящий мини-завод по производству наркотиками Федрон. Сбывали оптом тайна. Предварительным расследованием установлено, что с марта 2020 года обвиняемые в действии в составе организованной группы на территории Рязанской области осуществляли незаконное производство наркотических средств, которые в последующем планировали к незаконному сбыту потребителей наркотиков. За осуществление преступной деятельности, связанной с законом серийным производством наркотических средств в целях незаконного сбыта на территории РФ, обвиняемый получил от организатора преступной группы более 8 миллионов рублей на виртуальный счет, который впоследствии перевел на банковские карты, тем самым ввел их в легальный оборот. За время ведения этого семейного бизнеса пара успела шикануть. Они арендовали в Подмосковье дом за 300 тысяч в месяц, перевезли из Алтайского края детей супруги, устроили их в платные вузы. По данным следствия, и сами обвиняемые вели весьма роскошный образ жизни, не отказывая себе в покупках и развлечениях. Но в марте прошлого года красивой жизни пришел конец. Деятельность преступной группы была причина сотрудникам региональных управлений ФСБ и МВД России в марте 2021 года в ходе оперативно-расследовательных предприятий, по результатам которых из знакомого оборота было изъято более 80 килограмм наркотического средства мефедрон, оборудованного для его изготовления и прекурсора. После утверждения обвинительного заключения уголовные дела направлены в Клепиковский суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Однако расследование в отношении организатора, группировки и других участников продолжается. До выяснения всей дилерской цепочки.